Буквально на днях в Государственной Думе был рассмотрен законопроект, который увеличивает размер пениза несвоевременную оплату коммунальных услуг. Конечно, необходимость этого законопроекта очевидна. Рост неплательщиков в сфере ЖКХ растет. В связи с тем, что растет рост неплатежей, увеличиваются и наши тарифы на оплату коммунальных услуг, и обслуживающие организации не имеют возможности выполнять те работы, которые им поручает законодатель в полном объеме. На сегодняшний момент размер пени составляет 1,03 от ставки рефинансирования за один день просрочки. Поправки предполагают увеличить размер пени. Ставка рефинансирования утверждается Центральным банком, и на сегодняшний день она составляет 8,25% годовых. Это примерно означает, что при наличии задолженности в 40 тысяч рублей и при неоплате свыше 6 месяцев на сегодняшний день пени составят около 2 тысяч, а при внесении изменений пени составят 3,5 тысяч рублей. Это является существенным, и мы надеемся, что законопроекты поправки в жилищный кодекс повысят дисциплину, платежеспособность. Это связано еще и с тем, что большинство неплательщиков, они по сути имеют финансовую возможность оплачивать коммунальные услуги в полном объеме, но пренебрегают обязанности и тянут срок. Еще надо заметить, что увеличенный размер пени предполагается начисление по истечении 91 суток, 91 календарных дней. Это означает, что те люди, которые уезжают на дачу или уезжают в отпуск и не имеют физической возможности оплатить услуги вовремя, у них время будет для того, чтобы исполнить обязательства в срок. Субтитры сделал DimaTorzok